Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это очередной влог новостей касаемо The Isle of Rima. Ну а перед началом, как обычно, хочу выразить огромную благодарность всем нашим донатерам и спонсорам на канале за финансовую поддержку. Спасибо, друзья! Вышел 42-й девлог от разработчиков The Isle of Rima. В этом ролике я пройдусь кратко по нему. Мы рассмотрим, что нам показали. Посмотрим трейлер дорожной карты. Хотя трейлером дорожной карты я его не назову. Расскажу некоторую информацию, касающуюся будущих обновлений. В этом месяце большая часть работы была построена над новой картой Getaway, которая уже доступна игрокам как тестовая. Многие столкнулись с кучей багов и прочего. Мы надеялись, что карта после недели тестов выйдет как обновление. Но Донди принял решение, что пока карта полностью не будет оправлена, потому что некоторые функции на ней не работают. Обновления нам не видать. Но также карту пока не спешат закрывать. Разработчики хотят внести правки в фиксы, дождаться полного отчета не только от тестеров, но и других игроков. И уже тогда дать нам карту. Внести ее в игру как полноценное дополнение. Дыры в дизайне есть, и их нужно латать. Также до релиза карты сейчас ведется переработка полного баланса всех динозавров, включая правильность работы системы миграции. Мутации пока не включены в предстоящий релиз, и они работают над ними. Что такое мутации, примерно как они работали, я рассказывал на стримах. Мутации будет добавлено около 30, и каждая мутация даст своему виду динозавра еще более интересный игровой процесс. Как только дадут зеленый свет, я расскажу вам подробнее о каждой мутации в будущем ролике. Яд дилофозавра полностью завершен, и нам показали как он работает. А кто-то даже сумел испытать его на себе на тестах карты. Разработчики нас так и пытались затроллить то на Рекси, то на Дилке, то на Геррере или Диаблике. Пишите, кстати, в комментариях, кстати, кого вы видели на карте. Теперь перейдем к ролику с новой механикой под названием Грейплет. Посмотрим, и потом я расскажу примерно, что это будет. Удивительно и прекрасно, да? Что я думаю по поводу этой механики? Скорее всего, она будет работать как функция ослабления более крупного вида. Но вот вопрос, один ли Омнираптор так сможет делать или все-таки находясь в патте? Пишите в комментариях. О Геррерозавру. Определенно ему сделали новую систему прицельных прыжков и повысили стамины. Как это будет работать, надеюсь, скоро увидим. Теперь внимание. Правда или нет? Может быть, Донди в тот день был в плохом настроении. Но, как мне показалось, и как мне также рассказал подписчик Ланелли, Донди на одном из стримов заявил, что в будущем, после того, как игра приобретет новый формат, обновится страница в Стиме, когда игра в Стиме будет офф, как Эврима, по умолчанию, а не как Легаси, у игры будет новый ценник. Присядь, если стоишь. 20 долларов. Это не маленькие деньги, я скажу. Ценник того же, по-моему, Path of Titles. Ну, собственно, для тех, у кого еще нет игры в Стиме, лучше купить сразу и добавить ее в библиотеку. Кстати, сейчас еще ведется разработка нового трейлера видеоредактором команды для вставки его в Стим игры. Грабеж может показаться, да, но, как считает Дон, что игра уже перешла многие игровые границы, в которой нет ни в одной другой игре. И считает, что этот проект, по сравнению с другими, уже намного перспективнее, плюс ко всему, они потратили кучу времени на него даже в таком виде. А вот так, господа. Давайте взглянем на оружие. Спроектированный, на мой взгляд, очень даже качественно, не хуже, чем в другом классическом шутере, того же Call of Duty. Оружие будет иметь, как и говорили, разные сменные модули. И нам сказали, что перед релизом их в игру нам покажут на стримах, как они будут работать в игре у наемников. Револьвер высокого калибра и ружье уже полностью готовы, по мере тестирования будут происходить незначительные изменения. Кроме того, возможно, повторюсь, началось планирование самого важного и масштабного видеопроекта на данный момент. Трейлеры страниц Steam. Этот трейлер призван продемонстрировать всю работу, которая была вложена в игру со времен Ветки и Врима. Еще немаловажная часть. Трейлеры теперь не будут создаваться для каждого выпущенного контента последующих обновлений. Gateway не получит нужного релизного трейлера, но будет представлен в более поздном трейлере с другим контентом, другими обновами. Также, как говорят, что самые масштабные проекты игры уже завершены, и они приступают к более быстрым, небольшим обновлениям. Кстати, перед каждым релизом какого-то контента публичные стресс-тесты будут выходить всегда, чтобы собрать как можно больше отчетов об ошибках и прочего, чтобы ускорить процесс игры. Просите, кто будет следующим динозавром, внесенным в игру, они приступают к работе над мейозавром. Это круто. Будем, наверное, ждать хоть маленькой весточки. Каннибалы Как неотъемлемая часть игры, это однозначно. Ген 1 и Ген 2 Поколение Ген 1 Каннибалы-мутанты Претерпело множество изменений с тех пор, как они начали разрабатывать концепцию стиля игры. Первый играбельный архетип полностью прошел стадию разработки концепции и может быть запущен в принципе в производство. Ниже приведены некоторые элементы, используемые для определения направления дизайна, в том числе два разных типа настройки головы, которые намерены поддерживать. Переработано множество типов телосложений, стилей головы, особенностей кожи, чтобы запечатлеть, так сказать, существо, которое явно не является человеком на острове, но сохранит особенности кастомизации, указывающие на стандартного гуманойного персонажа. В будущем при выборе персонажа будет множество вариантов выбора головы и тела настройка скинов, но от себя скажу, что на это понадобится еще года два, не меньше, чтобы вообще они вошли в игру. Ну а завершим наш ролик просмотром трейлера, который непосредственно относится к выходу Гирирозавра в игру. Да, на кадрах запечатлены секретные данные команды Apollo Engineering, проект Августус. Разработчики очень были вдохновлены проектами некоторых ютуберов, роликами с тайнами. Кстати, на нашем канале есть два сезона Apollo Engineering. Обязательно подпишись и посмотри их. В общем, разрабы хотят нам показать полную и новую историю игры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаТorzok И оно будет через би Corona. Дима Торzel Диме Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...